Разобрались мы с вами немножечко с IP-адресами и масками. Давайте теперь поговорим о сетевых протоколах. Это все та же тема 109.1. Только вначале я вам еще расскажу про частные адреса. Мы с вами говорили о том, что у нас всего в рамках IP-протокола версии 4 есть 4 миллиарда адресов. Я еще тогда ошибочно сказал, что 4 миллиона. Так вот, людей у нас на планете больше, у каждого человека устройств, которые выходят в интернет, еще больше. И поэтому, само собой, на всех этих адресов не хватает. И тогда у нас, точно не скажу когда, но выделили подсети, которые будут у нас не маршрутизироваться в интернет. То есть, они не будут уникальными в среде интернет. И они будут использоваться в локальных сетях. Как из этих локальных сетей выходить в интернет, это отдельная тема. Она не относится к 109.1, но я вам брошу ссылку на Википедию. Там спокойненько прочтете различные способы организации, как именно могут адреса из вот этих диапазонов выходить в интернет. То есть, у нас есть IP-адреса, которые маршрутизируются в интернет. Это так называемые публичные, белые, внешние адреса. Их можно просить у провайдера. Эти IP-адреса есть у серверов, которые у нас вещают как-то в интернет. Это адреса сайтов находятся на этих серверах как раз-таки. И вот есть у нас три диапазона частных адресов. Это адреса 10. И дальше у нас три актета, которые можно использовать под IP-адреса компьютеров. То есть, маска 8. У нас замаскирован только первый актет под адрес сети. Затем адреса 172.16 по 172.255. Опять же, у нас 12 первых бит отданы под маску сети. Поэтому, собственно, сеть может начинаться с 182.16. Тут я вам уже разжевывать не буду. Это было у нас в предыдущих уроках. И диапазон 192.168. И последние два актета тоже отданы у нас под адреса локальных компьютеров. Итак, третий диапазон называются такие адреса частные или серые, или локальные, или внутренние. Тут нужно еще сказать, что не нужно путать эти адреса с динамическими или статическими. Динамические адресы или статические это просто способ выдачи его вам, провайдерам, вашим локальным DHCP сервером, кем угодно. То есть, ваши частные адреса, которые серые и локальные, они могут быть как динамическими, так и статическими. Теоретические и внешние могут быть и динамическими, и статическими, но внешние адреса, как правило, жестко привязываются, и поэтому они всегда статические. То есть, постоянно привязаны, допустим, к вам как клиенту или к вашему серверу. То есть, еще раз подчеркну, вот из этих трех диапазонов наверху мы можем брать любые адреса, любые подсети для своих локальных сетей. На что бы мы могли выходить в интернет и видеть другие сервера в интернете, нам нужны различные технологии, которые позволяют нам это делать. Итак, теперь нам нужно поговорить как раз о том, о чем я говорил. Это сетевые протоколы и сетевые стейки. Есть у нас такое понятие сетевой протокол, это некий набор правил соглашений, по которым у нас обмениваются информации устройства, приложения внутри сети. Есть несколько моделей, по которым разбивают сетевые протоколы. То есть, сетевые протоколы, их вот таких вот несколько наборов и правил. И долго думали, как стандартизировать вот этот вот набор сетевых протоколов, чтобы понимать, как писать приложения, как там настраивать операционные системы. И в 78-м году начали создавать сетевую модель ОСИ. Это традиционная семиуровневая модель, я не буду вас с ней заморачивать, нам не нужно это знать для 109.1, просто знайте то, что есть у нас вот эта вот модель. По ней у нас разбиваются протоколы на семи уровней. На верхних уровнях у нас происходит обмен с данными, и чем ниже у нас уровни, тем более такая углубленная работа протоколов происходит. То есть, на нижнем уровне у нас уже происходит работа непосредственно с каналом связи. На канальном уровне у нас механизмы работы сети, это упаковка данных в кадры и так далее. На пятом уровне на сетевом у нас маршрутизация и трансляция логических адресов. То есть, там внизу все довольно-таки сложно и на низком уровне, на верхних частях у нас работают непосредственно приложения. К концу 70-х годов было очень много фирменных стеков, и пока все возились с ISO-OC вот этой вот моделью, у нас во всем интернете стал использоваться протокол TCP-IP. Это тоже стек протоколов, то есть не сам протокол, стек протоколов TCP-IP. Это по-другому раньше называлась модель DOT, Department of Defense, то есть Министерство обороны штатовское придумало вот это вот разделение протоколов. То есть, в принципе, вы можете протоколы классифицировать по любым вот таким моделям, что по OC, что по TCP-IP. Но суть в том, что пока возились с OC, вперед вышел TCP-IP, и его протоколы так однозначно классифицировать по модели OC невозможно. И нам нужно с вами разобраться как раз с TCP-IP. Сейчас вы видите то, что он своим прикладным уровнем закрывает три уровня модели OC, а своим нижним уровнем канальным закрывает канальный физический уровень тоже модели OC. То есть, в нем считается то, что некоторые уровни расписаны более подробно, а некоторые наоборот не так подробно, как OC. Это просто один из способов классификации протоколов, не более чем. Вы можете свой придумать способ классификации протоколов, хоть 16 уровневый, и использовать его. До сих пор мы обращаемся к OC, потому что это самый такой подобный способ классификации. И когда у вас проблемы с сетью, вы можете потихонечку исключать проблемы, проверяя, допустим, сначала физический, затем канальный, затем сетевой уровень. Или наоборот, там сначала попинговать узел, потом проверить уже работу непосредственно сетевой карточки, затем посмотреть, обжат ли кабель. То есть, по вот этим вот уровням вам удобнее всего разбирать проблемы сети. Так вот, TCP IP у нас основан на нескольких протоколах, таких базовых. И в нем, само собой, есть очень много еще дополнительных протоколов, которые располагаются по его модели. Значит, базовый протокол IP или интернет протокол, если дословно переводить, это межсетевой протокол. Это базовый протокол, который объединяет компьютеры в сеть интернета и вообще в локальную сеть. То есть, это базовый протокол, который использует как раз-таки те самые IP-адреса, о которых мы с вами уже говорили. IP протокол, он не гарантирует никакой доставки пакета, то есть, пакеты могут прийти в другом порядке, продублироваться, прийти поврежденными, не прийти вообще. То есть, это тот протокол, который не гарантирует доставку. Можно сказать, что его особенностью является то, что он использует пакетную передачу данных, то есть, передает данные не по байтам, по байтам, а пакетами, блоками такими. Далее, протокол TCP, опять же, нужно о нем упомянуть. Он также у нас входит в названии TCP-IP. Это тоже основной протокол передачи данных, но он уже гарантирует вам передачу данных. То есть, он устраняет предварительное соединение, устраняет дублирование, перепосылает данные, то есть, гарантирует доставку данных. Работает на другом уровне, он работает повыше, чем протокол IP по этой самой модели. Но это, опять же, нам еще знать рано. Далее, нас просят поговорить о протоколе UDP. UDP это тоже один из ключевых элементов протокола TCP-IP. Он тоже передает данные, но он, опять же, не гарантирует никакую доставку. Это очень удобно в системах реального времени, которым важнее, чтобы данные пришли вовремя, чем пришли не вовремя, но пришли. И он используется для таких вещей, как, допустим, передача какой-нибудь мультимедиа информации, он для онлайн вещания, голосовой телефонии и так далее. То есть, если там у вас часть информации пропадет, не критично совершенно, но зато она придет вовремя. Есть еще протокол ICMP, это интернет контроль месседж протокол. Это протокол, который используется для передачи сообщений об ошибках. То есть, этот протокол, он никак не передает никакие данные, он несет в себе полезные информации, как правило. Он используется именно для отправки каких-то контрольных сигналов по сети. Но еще, само собой, мы можем его использовать в таких инструментах, как Pink или Transroot, когда он отправляет пакеты и следит за их доставкой. Но это, скорее, исключение из правил. Получился такой коротенький урок, потому что мы закрыли хвосты по адресам с прошлых занятий и заодно немножечко подошли к протоколам, чтобы на следующем уроке уже разобрать непосредственно конкретные протоколы, какие они используют порты, где они находятся в модели вот этой по этой классификации ISO оси. Ну и TCP IP заодно тоже. Продолжение следует...